Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас будет интересный ролик и про уход, и про макияж. Итак, поехали! Обещала вам протестировать кислотный пилинг от Спивак Красный. Вот такой. Брала его на рандеву. АХ 30%, БХ 2%. Сейчас очень многие делают красные пилинги. Интересный такой закос под первый самый красный пилинг БАЖ. Здесь 3,6. Здесь действительно очень большой процент кислот. Поэтому мне интересно. Буду первый раз его пробовать с вами. Будем с вами делать макияж палеткой детской Фаберлик, потому что был запрос. Исполняем. И еще обещала вам как раз рандеву сводчи помадок Фокалюр. Ссылочку на рандеву и промокод на скидку 10% вам всегда оставляю. На пилинг тоже. На помадки оставлю. Красненький. Пилинги вообще сейчас делаю часто. Написано нанести кистью. Оставить на 10 минут. Смыть теплой водой. Кистью наносить я не буду. Надеюсь, у нас так с вами все далеко. Пилинг не утечет. Потому что он жидкий вообще как вода. Даже такой не мысли... Нет, но когда трогаешь мыслинистый. Прям течет. Пилинги. Кислотный уход обязательно наносим на хорошо очищенное лицо. На идеально очищенное лицо. Ой, щипет. Щипет хорошо. Слушайте. Самый сильный, наверное, из тех, что у меня сейчас есть. У меня стоит, добиваю с прошлого года от Аравии. У меня стоят два пилинга от Фаберлик. Но это очень такой деликатный уход. Кислотный. Такой вот прям деликатненький. Для домашнего использования. Поэтому я раз-два-три в неделю пилинги сейчас использую. Так. Прошло уже как-то. Щипало вот здесь вот в этой зоне. И прошло. Написано избегать области вокруг глаз. Но это пилинги. Все понятно. Запах такой странный. А, запах какой-то такой... Не могу даже понять, чем пахнет. Какой-то натуральный такой. Очень... Ой. Что-то... Нет. Глаз не попал, слава богу. От паров в глазу защипало. Интересный продукт. Я вот самый сильный пилинг, который я пробовала, это был бетипил. Но там прям... Как после косметолога, наверное. Я у него ни разу не была. Но я так подозреваю. Там есть и продукт, который нейтрализует потом действие пилинга на вашей коже. То есть вы его не просто смываете, а вы еще потом проходите с нейтрализатором. Иначе вам не горюй. И там кожа прям после него шелушится, очень круто обновляется. Вот это самый крутой пилинг, который я когда-либо пробовала. Здесь очень странный продукт. И поджигает так вроде и деликатно, но жжет. Мне прям интересно. Расход у него такой получается большой. Кислоты уже используем активно. Солнышко выходит редко. Молодеем с помощью них. Но обязательно очень хорошо очищаем кожу до скрипа. Вычищаем ее перед нанесением пилинга. Иначе толку нали. О, вот тут у меня есть пигментация. Нанесла такой запах. Чудной. Не парфюмерная душка какая-то. Очень странная. Тут еще сейчас добавлю. Сейчас на добавляюсь. Как обрезан. Но это хорошо. Так. Все. Достаточно. Нанесли. Буду ходить 10 минут. Слушайте, ну прикольно. Пилинг прошло 10 минут. У меня еще щипет. Везде, наверное, кроме лба. Щипет хорошо. Мощная штука. На самом деле сейчас смою. Посмотрю, что по факту. Слушайте, ну это прям тяжелая артиллерия. Реально. До сих пор кожу пощипывает. Вот такой пилинг по-хорошему бы тоже нейтрализовать на коже. Но кожа невероятная, девчонки. Кожа просто невероятная. Возможно, даже будут шелушения в тазоне. Потом посмотрим. Я сейчас буду наносить увлажняющую масочку. Кожа просто невероятная. Ощущается, что она подверглась воздействию химическому. Потому что у нас здесь химия с вами. Это не какие-то там вам фруктовые кислоты. Так себе. Это реально рабочая лошадка пилинг. Ссылку оставлю на него обязательно. Потому что мне понравилось. Мне очень понравилось. Прям хорошенький такой. Вот этот пилинг действительно поможет и в борьбе с пигментацией. Но это чувствуется. Он достаточно агрессивный. Если вы никогда в жизни не делали пилинги, вы можете прям это так шокироваться. А если делали легенькие. Вот по типу у меня Аравия тоже в том году брала на рандеву. По типу Фаберликовского пилинга. Это совсем такие легенькие пилинги. Прям легенькие и легенькие. Но опять же все зависит от типа кожи. У меня кожа достаточно любит агрессивный уход. Поэтому класс. Мне очень понравилось. Кожа просто невероятная. Как будто помолодела лет на 10. Честно. Классный пилинг рабочий. Мне очень понравился. До сих пор все щипет. Я сейчас от Аравии и Холорофилл кератиновую масочку такую увлажняющую нанесу. Что-то все маски увлажняющие позаканчивались. Девчонки, у кого есть любимые увлажняющие маски. Фу. Не хочу ее наносить. Честно. Она так пахнет. Нет, не буду. Другую выберу какую-нибудь. У кого есть любимые увлажняющие маски. Рекомендуйте, пожалуйста. Прям вот хорошо увлажняющие. Потому что у меня очищающих стоит целый арсенал. Очищающих таких вот. Ну, с лифтинг эффектом. А именно вот чтобы после кожи была увлажнена. Что же взять? Решила, что возьму маску от карбокситерапии. Третий шаг. Артикул 02.95. Потому что она после карбокситерапии кожу успокаивает. После пилинга тоже должна. Покраснение есть. На камере вам не видно или нет. Но такое легкое. Больше вот ощущается эффект воздействия. Классно. Она гелевая. Такая прохладненькая. Прям хорошо. После пилинга и с ней похожа. Классная. Понравилась вообще. Мощная, хорошая. Замечательная. Так. Ну и что. Я отправляюсь пить кофу. И потом мы с вами будем делать макияж. Красота. Так. Ну что. Теперь пока сохнут у меня волосы. Я буду делать макияж. Вот этой вот палеточкой. Детской. Поберлик. Артикул. Не найду. Слушайте. Не найду правда артикул. Где они его здесь написали. Ну ни с чем не перепутаете. Три плюс она кстати даже. Девчонки прям многие просили сделать с ней макияж. И мне там тени. Вот блески по крайней мере гораздо больше понравились. Чем из новой серебрии. Лиант вот эти да серебряные. Не знаю вообще куда их приспособить. Потому что на глазах их носить нереально. Это выглядит ужасно. Так. Сейчас у меня будет вместо тональника It's Collagen. Это BB крем с SPF 15. Как раз потому что мы с вами сегодня агрессивные кислоты. Использовали артикул 6791. Он мне очень нравится. Мне вот больше не надо. Легкий крем. Который слегка. Нет. Не слегка. Он тон выравнивает хорошо. И слегка перекрывает несовершенство. Если таковые имеются. Он прям легенький-легенький. Абсолютно не заметен на коже. В то же время ухаживающий. С коллагенчиком для возрастной кожи. Прям просто конфетка. Вот он мне сейчас очень нравится. Самый любимый. Даже вот кушон свой не хочу доставать на зиму пока. Потому что полностью устраивает этот. Блеск он потом пропадет. У нас просто еще дома жарко. 26,5 градусов с открытыми окнами. Так. Все. Контуринг сейчас редко когда какой делаю. Поэтому мы практически сразу с вами сейчас будем делать макияж глаз. Здесь два. Нет. Один оттенок полностью матовый. Но он прям какой-то розовый-розовый. Не знаю. Хочу я его или нет. Вот этот оттенок вместо хайлайтера. И вообще он будет классно смотреться. С любым цветом глаз абсолютно. А вот этот может грязнить века. Это кому подходит. Потому что у него серый такой подтон. Ну а вот эти блестючки. Мы их с вами сейчас собственно говоря и будем делать. Несмотря на то что они здесь есть. Прям вот крупные. Есть мелкие. Но на веках это смотрится гораздо обряднее. Нежели вот тени из линейки новой новогодней бриллианты. Да. Вот эти жидкие блестюшки. Фу. Жарко. Так. Ну давайте начинать наверное с розового. Все-таки. Потому что нам же нужен с вами какой-то оттенок. Как база. Поэтому погнали. Они такие набираются неплохо. Кстати. Мягенькие. Прям хорошие. Такие тенюшечки. Давно я не делала с розовыми тенями макияж. Но они у нас будут со основу. Чуть выше складки века. Раскрывать глазик. И вообще розовые тени идут. Но они идут не всем далеко. Так. И второй. Ложаются так хорошо. Честно. Делают для детей. Лучше чем нам. Это конечно хорошо. Но хотелось бы чтобы у нас были блестюшки тоже. Достойного качества. Вообще я прям горюю. Что нет жидких теней. Оттенки уже последние распродают. Блестящих. Может это новенькое еще будет. Как-то так. Вообще ложатся замечательно. Не пятнят. Ничего. Ложатся изумительно. Эти розовые тени. Так что мы сделаем с вами дальше. Давайте попробуем вот этот блестящий оттенок. Который у нас с вами как хайлайтер. Его сначала мне прям интересно попробовать. Как он будет смотреться на подвижном веке. Конечно такое лучше все пальчиками набирать. Но ой нет и кистью просто прекрасно. Видите как здорово. И блестит как хорошо. Вот этот оттенок он прям универсальный. Замечательно. Просто замечательно. Как хайлайтер. Сейчас его с вами положим. И как хайлайтер тоже просто замечательно. Оттеночек такой прям универсальный. Здорово. В уголочек глаза. Вам слышно как у нас пролетели самолеты. Так. Он такой с небольшим розовым что ли. Подтоном. Переборщить тоже с этим делом не хочется. Но в целом, как хайлайтер, очень даже неплохо. Представьте, если пальчиком вообще будет ярко. По сути, такой же оттеночек в самых светлых тенях фаберлифт. Жидких, блестящих. Вот его как раз уже нет на складе. На нашем, по крайней мере. Но он у меня где-то в запасах еще есть. Классно. Мне нравится. Вот этот оттенок вообще на ежедневку. Даже как самостоятельный. Очень красивый. Так, дальше что? Дальше блестки будем с вами пробовать. Нижний век нам надо чем-то подвести. Я прям боюсь вот этот оттенок брать. Потому что я знаю, что мне он будет века грязнить. Но вам я его покажу. Это такой холодный металлик. Смотрите, как прикольно. Давайте попробуем. Если что, уберу. Холодный металлик. И его, конечно, тоже только пальчиком. Вот пальчиком, смотрите, равномерный блеск получается. Вау. Вау. Я погорячилась. Но он, смотрите, при наслаивании, по крайней мере, заламывает века. Смотрите, какое оно зажеванное. Даже когда его открываешь, это видно. Оно прям зажеванное. Но он красивый, слушайте, смотрится. У него при определенном свете зеленый. Вот он вылезает. Но сильно жует века. Хорошо вам видно? Прям вот зажевал сильно. Надо чем-то теперь его убрать. А так прикольно. Давайте на руке еще просвочу. А так оттенок интересный. Конечно, интересный. Надо как-нибудь попробовать его тоже обыграть. Достаточно интересный прям. Вот. Интересный, интересный. Когда пальчиком накладываешь, прям вот. Прям вот очень интересный. Хорошо сияет. Классный. Сейчас хотела убрать его обычной салфеткой. Этот оттенок с глаза не убирается. Детские тени-то у нас оказались сами мега стойкими. Так. Нижний век. И чем мы с вами будем подводить? Ну, розовым пока начинать. Там сейчас посмотрим. Розовеньким оттеночком. Хочу прям чисто этой палеткой макияж сделать. Поэтому никуда в другие не лезу. Готово. И теперь самый интересный оттенок. Давайте попробуем тоже его, что ли, кистью набрать. Вот такой, наверное, пожалуй, возьму. Самый интересный, самый красивый, самый блестючий. Но я, конечно, сомневаюсь. Нет, хорошо набирается кистью. Кистью, кстати, можно его тихонечко набирать без крупных блесток. Это реально. Пальцем уже так не получится. Так. И смотрим, как он кисточек. Ой, кисточки вообще изумительно. Слушайте, это вот такое вот легкое сияние у вас будет. Большую блестку можно убрать. Можно, сказала. Можно убрать. Так. И прям вот кистью можно отделять большие блестки от маленьких. И именно маленькие набирать. Так. Предлагаю пальчик. Мне пальчиком нравилось больше, на самом деле. Когда я делала, мне прям больше нравится. Что-то мне тут прям вот осыпалось сильно. Так, пальчиком. Смотрите, что творится. Изобразие прям какое-то блестящее. Так. Ой, ну эти здоровые блестки на век, конечно, не очень. Мне бы их хотелось удалить. Почему-то у меня в одно место. Порно не хочет ложиться. Неудобно. Ногти мешают. О. Так. Ну вообще. Ну вообще. Теперь надо подправлять. Теперь надо подправлять. Немножечко заехали на неподвижные века. Это все дело надо поуже сделать. Слушайте, ну нет. Мне не нравится. Мне на самом деле не нравится. Мне не нравятся эти здоровые блестки. Смотрите, они валятся на ресницы. И ничего ты с этим не поделаешь. А стоять их отковыривать, переливается, конечно, классно. Если все прям делать аккуратненько, но все равно эти большие блестки, они будут... Вот у меня нет. Я их прям ногтем сдираю, они огромные. И они прям на ресницы валятся. Их много. Вот если бы не вот эти самые крупные, было бы вообще классно. Они прям мешают. Они мешают ровно положить тени. Создают препятствия. Потому что это так есть достаточно крупные, круглые. И вот эти еще, ну нет. Вот вроде все самые крупные убрала. Вот теперь вот что-то такое более-менее правдоподобное. Но хочется опять вот немножко излишки убрать, подкорректировать. Чтобы блестки не по всему лицу были. Так. Как вам? Это, конечно, такое себе. Лучше взять хорошие спарклы и сделать себе красивое сияние. Потому что, ну, зато так не зажевывает века. Я за диском, забавно, полезно еще за ним. Как? И не уродуй дело. Как жидкие вот эти бриллианты. Потому что вообще мне не понравилось. Они все скатываются сразу моментально. И получается вообще полный финиш. Но блестки у меня осыпались вниз. Это мне тоже не нравится. Мне теперь нужно удалять весь макияж здесь, потому что иначе их не уберешь. Наносить заново и тон, и все на свете. Они по всему лицу теперь. У меня здесь все блестит. Поэтому я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Поэтому, если вы хотите положить их красиво, в принципе, вот я сейчас смотрю, смотрится красиво, то это будет очень трудно сделать. На самом деле, очень трудно. Я удаляю. 8 ватных дисков у меня ушло, чтобы вот это вот безобразие все стереть. Это просто нереально удалить эти блестки с лица. Просто нереально. Мне кажется, они у меня еще где-то есть. Где-то мерцают. Очень тяжело, на самом деле. Переделала макияж. Поэтому нет. Я, девочки, не рекомендую. Это, знаете, вот если там на Новый год и деткам побаловаться, вот этот оттенок, где-то вот сюда, на щечки нанести, там, да, вот что-то такое. Но делать на глаза еще, если ребенку, не дай бог, вот эти огромные блестки попадут в глаз, нет. Поэтому, в принципе, я сделала глаз, как мы изначально с вами делали, розовым оттенком и самым светлым. И теперь буду наносить тушь. И дальше у нас с вами помадки. Тушь соулонг Фаберлик откопала. У меня лежала прям новенькая. Я их люблю. Это которая чулочком снимается. Тоже классные с ней реснички, кстати, получаются. Смотрите. Смотрите. С двух прикосновений уже прям супер. Классная тушь. Я в два слоя наношу. И не отпечатывается, и не течет. Даже под дождем. Я с ней ходила и вот на море ее брала. Тушь очень классная. Новинки выходят, забываем про старые. Классные туши всегда, поэтому. Очень классная. Но первому слою всегда даю просохнуть, иначе она не дает наслаиваться. Так, дальше помадки, которые вы просили показать, это Фокалер. Это китайский бренд с очень годной девчонки косметикой. Давно, кстати, их уже попробовала. Уже несколько лет назад. И нравится. Вот сейчас беру на рандеву. Цены доступные. Оттенки у помад вообще классные. Так, вот мой старый оттенок, 103. Это прям мой старый оттенок, я его на ледрю брю. Такой свежающий. Недовый. Она у меня уже почти заканчивается. Видите, на моих губах почти не видно. У них такая кисточка еще интересная с дырочкой посередине. Недовый, красивый оттенок. Да, мне почти не видно. Немножко высплетлил губки. Прям красивый. Люблю его. 103 вообще. И следующий оттенок, который был у меня в последнем заказе с рандеву, он 101 у нас, Ая. Давай-ка, надо стереть. Этот. 101. Они немножко похожи, но здесь более такой оранжевый, что ли. Еще более освежающий. Такой, знаете, с коралловым батоном. В принципе, камера вам верно передает. Смотрю в зеркало. У меня весь нос блестит теперь от этих плюстков. Такой тоже нюдовый, красивый оттеночек. Но уже более теплый, чем тот. Немножко по... Нет, вот, верно, да, камера передает. Очень красивый. Помады невероятно крутые по консистенции. Что вот эти, фокалюровские, что которые у них во флакончиках, невероятно крутые. Они ложатся как бархат, не знаю, они мега-стойкие. Они, во-первых, матовые, да, у них матовый финиш. Они мега-мега-стойкие. И ты чувствуешь, что у тебя губки увлажнены. Вообще не липнет. Вообще не липнет. И такое ощущение, что ты заблюрила губы и разгладила их. Видите, какие губки? До, после, да? То есть такое ощущение, что ты нанесла сначала прям толстый слой блюр-крема, и потом помаду мега-стойкую, матовую. Губки все заблюренные. Заблюренные прям. И даже по консистенции вот ты это чувствуешь. Блюр-помада. Самая натуральная. Поэтому вот эти помады очень люблю, девчонки. Прям рекомендую. С ними можно поиграться и контур немножко изменить. Прям класс. Так, теперь второй слой туши. Я не знаю, как вам, но мне сюда просится зеленая как раз подводка на розовой тени. Я вам ее не показывала в предыдущих обзорах. Как раз тоже из линейки вот этой бриллиант шарм подводочка. Артикул 56781. Я ее без вас не тестировала. Открылась. Но я такое люблю. Вообще, кто тестировал, говорят, что она смотрится как черная. Я буду только межресничку зарисовывать. Да, она смотрится как черная. Знаете, при определенном попадании света она может чуть-чуть зеленого отдавать. А так вот нет, этого вообще не видно. А на кисточке так красиво. Прямо вот на кисточке, на самой, на подводке смотрится прям зеленая, красивая, действительно такая бриллиантовая. А тут вот видите, черная, ничего. Тоже пригодится. Вообще никакой зелени. Вот вообще. Это если вот прям наслоить, наслоить, и в какой-то момент яркий свет на ваши закрытые глаза упадет, тогда можно будет развидеть тут зеленый оттенок. Обычная классическая черная подводка без какого-либо блеска. Даже просто классика. Ну и в итоге вот такой у нас сам сегодня макияж получился с акцентом на глазки. Тушь в два слоя, топчик. Вообще. Розовые эффеки и блески по всему лицу, от которых не избавиться. Так что смотрите сами. Надо вам, не надо? Я тут, ну, вот этот оттенок могу выделить. Но он и так много где есть, а так... Нет. Девчонки, потому что просили протест, именно в контексте, как палетки для взрослых. Не, 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 не надо. Рассказать еще про пену вам хотела. Обещала дать отзыв. Девайн пена для бритья. Попробовала, девчонки. Артикул 3541. Она шикарнейшая. Просто шикарная. Мне очень понравилось. Никакого раздражения. Мягкое, гладкое бритье. Поэтому смело могу рекомендовать. Муж еще не попробовал, но ему обязательно тоже заставлю. Заставлю, обязательно заставлю, чтобы дать вам уже потом полноценный отзыв. Потому что у него мега чувствительная кожа. Он точно скажет. Хорошие пены нет. А мне, мне все понравилось. Все замечательно. Так, ну это все. И в первый мир. И в добрые люди. Таким макуяжем. Подводку не видите, да, что она зеленая? Нет, я тоже не вижу. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании. На рандеву, на продукты, которые мы сегодня с вами обозревали. Промо-коды все назвала. Ссылка для регистрации Фаберлик тоже под видео. Вот здесь где-то будет подсказочка. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.